В конце 80-х культуризм захлестнул СССР. Массово приобретались гири. По хорошему знакомству на заводах работяги вытачивали разборные гантели. Эспандер вообще перестал быть чем-то особенным и висел почти в каждой квартире. Гремучий коктейль из культуры парней, чьи старшие братья служили в Афгане, которые слушали ДДТ и работали на заводе, перемешался с идеей здоровья, физического превосходства и грубой физической силы. Это было время, когда железный занавес рухнул и старая идеология распалась. Появился рок, брейк-данс, панки и байкеры, появился Голливуд и боевики. Неудивительно, что все это загорелось ярким пламенем ненависти к не таким и расцвело идеей искоренения всего чужого. Любера обитали не только под Москвой, неформалов гоняли все, кому не лень. То, что было не понято, безжалостно запинывалось на центральных площадях и парках любого более-менее крупного города. Но люберцы стали настоящим мордором тех лет. Росыпь заводов и суровых мужчин создали идеальные условия для развития культуризма в этом городе. Не стыдно быть сильным, говорили они. И качалки в люберцах появлялись, как грибы после дождя. Любера выкупали помещения в школах, приходили в гимнастические залы, арендовали помещения в универмагах. Появилось много качалок в подвалах жилых домов, где помещением владел один из жителей этого самого дома. Правда, их быстро ликвидировали, так как звенящий круглосуточно металл мешал спокойно жить квартирам на первом этаже. Огромное количество качалок ютилось в подвалах заброшенных зданий. В 1987 году в ходе милицейского рейда описано 40 таких качалок в самовольно занятых помещениях. Тренажеры в таких качалках были сплошь самопальные. Залы побогаче покупали скамьи и силовые рамы. С фармакологией проблем также не было. У люберов были свои врачи, которые продавали рецепты на сильнодействующие препараты. Часть необходимых лекарств продавалась в свободном доступе, как лекарства от дистрофии и мышечной слабости. Применяли свою богатырскую силу любера по непосредственному назначению. Били тех, кто им не нравится. В это число входили панки, и рокеры, байкеры, танцоры и все, кто хоть как-то отличался от советского гражданина. В парке Горького били панков. На Арбате уловили любителей брейк-данса. В лужниках уломали скейтборды. Любера настолько разошлись, что в 1987 их набеги на кафе, дискотеки и знакомые места столичных неформалов стали ежедневными. Пойманных неформалов любера могли побрить, забрать кожаную куртку, набить карманы значками. Прикрывали свой образ жизни так называемой борьбой с людьми, которые якобы позорят советский образ жизни. Хотя по сути любера являли собой такую же субкультуру, как и прочие. У них сформировался собственный герб и гимн. Герб наносился на значок, который любера носили на груди, из-за чего их часто путали с дружинниками. Любимой одеждой этих парней стали футболки Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Клетчатые штаны и ватники, подпоясанные армейским ремнем. Штаны противопоставляли джинсам. Ватник уважали за дешевость, теплоту и своеобразную броню, которая хорошо гасила удары. Ремень наматывали на кулак, поверх перчаток и использовали в драке. Исход всей этой движухи предсказуем. 90-е перемололи поджар их парней в ватниках, превратив их в бандитов и рэкетиров. По данным люберецкой милиции, 70 парней, замеченных в тусовках люберов, по итогу были связаны с криминалом. В наше время бывшим любером под 60 лет. Половина из них сидит, вторая половина пытается жить нормально и о прошлом вспоминать не любит. Арнольд это наш, русский мужик был. У него деда фамилия Чернов была. Ну он от коммуняк туда. Ну а там фамилию себе взял Шварц. Что-то на вроде черного, как у нас.